Всем привет! Несколько раз мне писали, спрашивали, как может человек с опытом попасть в McKinsey. Ну, я решил, что лучше не сам буду это рассказывать, а позову человека, который расскажет лучше меня. Поэтому сегодня у нас в гостях Макс Болотских. Спасибо большое, Макс, что пришел. И сейчас тебе слово. Да, спасибо большое за возможность поделиться, собственно, опытом, который я прошел за последний год практически. Но об этом мы поговорим позже. Надеюсь, что для всех вас это будет очень полезная информация. Ну, если вы захотите, можете найти меня в социальных сетях и написать мне. В том, что полезно будет, я нисколько не сомневаюсь. Макс, расскажи, пожалуйста, для начала о своем опыте. Где учился, где работал? Да, окей. Смотри, в общем-то, учился я в МГИМО, как и ты, собственно, да. У нас небольшая разница как раз была по курсам. Заканчивал факультет МЭО в 2012 году. Потом поступал в магистратуру, собственно, тоже МГИМО. Правда, на финансовый анализ, учет и аудит. Признаться честно, как раз в магистратуре я подумал, что было бы интересно, наверное, попробовать себя в чем-то прикладном к тому, на что я учусь. И пошел я в PricewaterhouseCoopers на аудит. На стажировку, которая продлилась полгода, собственно, примерно после четырех месяцев, в которой я понял, что это не мое. Почему я это понял? Потому что я ощущал, что мне хочется что-то делать бизнесовое. Иметь какой-то вклад, улучшать бизнес, развивать его и так далее. И, наверное, аудит – это не совсем то направление, в котором стоит продолжать, собственно, такое пожелание. Почему я, собственно, решил уйти и куда я ушел? Ушел я в компанию «Ла Мода». Возможно, о ней слышали. Может быть, кто-то даже покупает на ней вещи. Да. Оттуда. Вот, собственно, купон не просишь, странно. Я что-то не подумал. Вот, собственно, в общем, почему я туда ушел? На самом деле была предыстория небольшая. Еще когда я учился в университете, я активно участвовал в студенческой жизни, в студенческом союзе. И у меня появился своего рода ментор, который был также нашим выпускником, экс-консультантом, собственно, Макинзи. И он немножко помогал мне, наставлял меня по тому, как стоит правильно выстраивать студенческую жизнь в том направлении – бизнес-релейшнс, он назывался, которым я, собственно, руководил и занимался. Уже тогда, собственно, такой человек с таким скиллсетом меня достаточно сильно воодушевил. И я понимал, что мне хочется двигаться в каком-то подобном направлении, особенно сравнив, почувствовав, что такое аудит. Тогда я, собственно, написал ему. Он, как занятой человек, ответил очень коротко, сказал, что консалтинг – это круто, но если хочешь, попробуй себя вначале в бизнесе. Это был достаточно пространный ответ, я не знал, что делать, но, правда, через две недели пришло еще одно письмо, что есть, оказывается, интересная вакансия проектного менеджера в отделе собственной доставки Ламода, собственно, от того же человека. И я решил попробовать себя, заплавился на вакансию, успешно прошел интервью, и началась долгая история. Собственно, в Ламоде я работал пять лет. Вот, на текущий момент. И, действительно, не жалею ни о едином дне, который был проведен в этой компании, потому что считаю, что я получил огромный опыт, который, наверное, во многом мне тоже помог как раз-таки попасть в McKinsey. Предугадываю твой уточняющий вопрос, а что же было в Ламоде, и что же я делал, и какой опыт я получил там? Ну, ты все работаешь, что ты меня делаешь. Ну, я вот так вот немножко подсказываю, да? Чисто случайно вышло. Могу рассказать следующее, что за пять лет, конечно, это немалый период, и я явно не планировал оставаться так долго в компании. Тем не менее, я начинал проектным менеджером, как уже сказал, в отделе собственной доставки, запускал в том числе бизнес пунктов самовывоза как таковой. После этого руководил собственной доставкой по Москве. Как раз-таки далее расширялся функционал с ответственностью за инфраструктурные проекты по стране в целом, и последний год я занимался, собственно, направлением B2B, когда мы оказывали услуги уже другим фэшн, и не только фэшн крупным компаниям, предоставляя всю инфраструктуру Ламоды, по сути, как некий аутсорс, как некая платформа. Собственно, там я занимался разработкой этого бизнес-решения, бизнес-процесса, а также стыком с IT и, конечно же, поддержкой наших клиентов-партнеров от других компаний, по сути. Но, в общем-то, наступил тот период, когда я понимал, что хочется попробовать чего-то нового, развиваться, попробовать разные индустрии и понять, куда же я хочу в будущем вообще самоопределиться, отвечая на такой банальный вопрос рекрутеров «А где ты хочешь оказаться через 10 лет?» Я решил, а почему мне не узнать это, побывав в Макинзи? Это, если так, немножко шутя, да? Но на самом деле, да, я хотел закончить то самое зерно, которое было мною посеяно еще до Ламоды, понять, прочувствовать Макинзи, и в том числе, признаться честно, даже компания Ламода сыграла в этом важную роль, потому что в нашей компании Ламода было огромное количество людей, экс-консультантов, преимущественно как раз из Макинзи, и, собственно, их опыт, их профессионализм во многом меня воодушевил. Я проникся именно этой компанией сейтройки, и, честно говоря, вот, отвечая на вопрос, оплавился ли я куда-то еще, например, да, я не оплавился ни в одну другую компанию тройки. Я знал, что я хочу именно в Макинзи, я понимал, что я сфокусируюсь именно на этом, если же у меня это вдруг не получится, всячески стало, все эмоции и всю эту внешнюю энергетику немножко отстранить от себя, не думая, что может не получиться, но я все-таки шел по одной дорожке и фокусировался на чем-то одном. Окей, так вот об этом пути поподробнее расскажи. Ты говоришь, что он у тебя длился год. Когда ты начал подаваться, когда ты начал готовиться и когда ты получил оффер? Ты знаешь, на самом деле делаю маленький-маленький шаг назад. Думать об этом я начал достаточно давно, наверное, года два назад. Тогда я уже спрашивал первые советы своих друзей, которые уже были консультантами или получали оффер, о том, как же готовиться, как к этому подойти, получал разные фидбэки. Наверное, одним из самых полезных был, собственно, фидбэк и такое мотивирующее письмо, которое я получал от как раз того самого ментора еще со времен института, университета. Он написал большое, правда, письмо. Он живет сейчас в Америке и любит писать большие письма. У него больше времени появилось, похоже. Наверное. Но, тем не менее, делает полезные вещи, кстати, тоже в education technologies, скажем так, сфере. В общем-то, и он сказал мне примерно следующее, что если ты хочешь встать на этот путь, путь подготовки к консалтингу, это действительно большой труд. Это большая работа. Это не просто даже обучение какое-то и получение сугубо знаний. Хардске, уловка, да. Это еще большая работа над собой. И это должно быть полное осознание того, что придется очень многим жертвовать. Своим досугом. Если есть семья, то меньше уделять времени семье, детям, каким-то хобби, развлечениям и так далее. И действительно быть очень последовательным в том, что ты делаешь, и двигаться в этом направлении. Вот это я как совет хочу сказать всем, кто это планирует в будущем. Если же говорить применимо к моему опыту, я, собственно, делал несколько маленьких попыток, наверное, даже года два назад. Они заканчивались очень быстро. Я открывал какой-нибудь кейсбук, читал, понимал, что да, вот так, окей, хорошо. И, в общем-то, потом я понимал, что ой, много работы, надо сосредоточиться на чем-то. Ой, хочу вот что-то еще поделать. И на этом все заканчивалось. Прокрастинация побеждала. Примерно год назад, в начале года, я, собственно, подумал о том, что все, надо уже начать заниматься этим. И как раз тогда заплылся на твой курс, FLES. Тогда был курс PST. Понимаешь, что это первый этап большой, который надо будет пройти. И, собственно, прошел его. Прошел его, ну, можно сказать, на 95%, потому что, признаюсь честно, тогда последнее домашнее задание я не сделал, потому что очень сильно опять отвлек своей работой. И, в общем-то, меня опять победила прокрастинация, потому что опять много работы, как раз я перешел на новую позицию и решил сфокусироваться на этом. Вот люблю я, если горю чем-то, то все равно продолжать делать это хорошо. Но к концу года я понимал, что надо уже сделать дело, потом гулять смело. Я дал себе четкую установку, что до конца года я точно напишу тест. В общем-то, мне кажется, в конце октября-ноября я возобновил занятия. И, собственно, если говорить о пути, то реально эффективный, четкий период, когда я действительно занимался постоянно, был с ноября по конец апреля, когда я получил лофер. Если немножко детализировать, я разбил на несколько этапов. Конечно же, это была первичная подготовка CV. С точки зрения подготовки CV, наверное, заняло часов 20, если оценивать по времени. Признаться честно, было очень много итераций. Подошел к этому очень обстоятельно, спрашивал футбэк у друзей, консультантов. Каждый давал какой-нибудь свой важный инпут. И все это превращалось уже в какую-то тягучку. Реально сделал около 10 итераций. Но мне кажется, что получилось что-то неплохое, скажем так. Почему считаю это важным этапом? Это важно не только для CV-скрининга. Признаться честно, я шел по рефералу от друга. Наверное, это чуть менее принципиально в данном случае. Но это важный этап для вас всех самих, чтобы сделать некую саморефлексию, вспомнить вообще, чем вы занимались в жизни, почему вы этим занимались, что было важно и что полезно было на каждом этапе, на каждом задании или проекте в вашей жизни. Я думаю, что это супер пригодится на этапах интервью. Это точно так. Вот это хотел добавить как раз, Макс. Даже если ты скрининг проходишь и так по рефералу, CV потребуется на интервью. На него смотрят. Конечно, CV должен быть хорошим. Я не могу раскрывать детали, как проходили интервью, но могу сказать, что, конечно же, CV – это одна из тех вещей, на которые смотрят, потому что вас не знают ничего. Да, много таких молодцов, которые в итоге прошли тест и уже сидят на интервью. Но CV – это некое рода ваше первичное лицо, представление о вас. Поэтому то, как вы подаете себя, и то, как оно структурировано, то, какие месседжи вы хотите им сказать – это очень важно. И именно об этом по многому будет строиться разговор в ходе интервью, особенно, наверное, второго раунда. Особенно, если ты человек с опытом. Особенно, если человек с опытом, потому что должно быть о чем поговорить, собственно. Это точно. Да, вот. После, собственно, подготовки CV, как раз я тогда сфокусировался на PST, курс FLES, который я через несколько месяцев, когда я уже поработал, и возобновил свою подготовку к ноябрю, я решил взять и пройти его сам еще раз. Плюс, вот хороший поинт, что у Вити остается доступ. Не знаю, промежуточную вставку сделаю. Будет ли это оставаться всегда? Но Витя дает возможность зайти в свой личный кабинет и посмотреть на материал, которым ты пользовался, потренироваться еще раз. И это очень полезно. Мне это очень пригодилось, потому что, по сути, я прошел еще раз курс, интенсивно сам в своем темпе. Плюс, что полезно, на мой взгляд, это самописные курсы Вити, тесты Вити. Потому что они действительно сложные, и они позволяют тебя подготовить, скажем так, к худшему варианту. Но, признаться честно, я изначально не думал, что это пригодится. Думал, что, ну, наверняка все должно быть проще, как на сайте. Но тот тест, с которым я столкнулся, мне оказался сложнее. И даже, наверное, не только из-за эмоциональной составляющей. Он был действительно немножко сложнее, чем многие тесты, которые предлагаются как базовые, стандартные и похожие. Собственно, да, продолжая разговор о том, как я дальше готовился, после того, как я заревайзил весь этот курс, собственно, флесса, сам перерешал еще все эти материалы, тесты, которые я смог найти в интернете. Понимая, что я уже где-то близко к своей пиковой форме, как у спортсменов это бывает, да, и вот эти вот сборы. И потом ты уже на пике формы должен уже выстрелить на соревнованиях. Я, собственно, зареферился и сам предложил определенную дату теста, когда сказал, что я хочу вот перед Новым годом добить этот вопрос. Что я и сделал. Тест проходил, ну, как я сказал, эмоционально, наверное. То есть столкнувшись с самим тестом, начиная делать первое задание, я ощутил, что они немножко сложнее и менее очевидные ответы на вопросы, чем я ожидал. Хотя я проишал действительно очень много. Мне кажется, что то, что я потратил более 100-150 часов, это, наверное, точно, честно говоря. Вот. Что важно помнить в этот момент? Важно собрать себя в кулачки, отбросить все эмоции и вернуться к таймингу. Это супер важно. Правда, именно это мне, на мой взгляд, помогло. Потому что после двух-трех заданий я чувствовал, что я сильно отстаю. Это очень сильно морально давит. И эти чувства я не желаю испытывать никому из вас, честно говоря. Тем не менее, собрался, дописал, сдал, понервничал денек, получил положительный ответ и немножко выдохнул. Следующий этап, я, признаться честно, не готовился до этого к кейсам, особо не решал их в формате, как это необходимо, в тройку. Поэтому и не стал инвестировать время в подготовку к кейсам до прохождения теста, понимая, что если я не пройду тест, ну, наверное, у меня займет какое-то время мой бан. Поэтому я не очень хотел на тот момент другие компании пробоваться. И тогда я бы отложил этот вопрос. Продолжил, собственно, не поверите, но снова с курса флесс. Это не реклама. Побесни, почему я это делал. На мой взгляд, да и, собственно, как тоже мне сказал еще один мой знакомый текущий консультант как раз McKinsey, он сказал, что помните, что отбор в тройку в McKinsey, неважно куда, это one shot, скажем так, в понимании того, что в идеале у вас есть одна хорошая возможность, ну, окей, там, 2-3, но чем раньше, тем лучше, показать себя максимально хорошо, наилучшим образом. И чем лучше вы подготовитесь к этой возможности, да, показать себя, проявить, тем, собственно, результат будет более вероятен. Что важно для этого? Пользоваться всеми возможными качественными материалами. И, правда, не на правах рекламы, ничего не получаю за это, кроме бананов. Придете на курсы, узнаете. Собственно, действительно, я пользовался курсами флесс, я узнавал, что такое Кост, Кейс, Клаб, да, и многие другие вещи, которые необходимы для того, чтобы как-то себя развивать. В общем-то, взял курс флесс по структурированию. Собственно, я считаю, что это очень полезный курс. Почему? Потому что он не просто позволяет создать определенную базу и правильную изначально базу для того, чтобы потом правильно решать кейсы или подходить к структурам. Это позволяет еще достаточно критично относиться потом к самому себе при решении каждого последующего кейса. Почему так? Потому что вы прорабатываете это в группе и, по сути, вы знаете, вы слышите мнение других людей, вы слышите мнение учителя, тренера или ментора, как угодно назвать, который вам говорит, что да, вы можете, конечно, идти этим направлением, решение, но, наверное, это не самое эффективное. Вы сразу, с первых же занятий, с первых минут решения, обучения решения кейсов учитесь, собственно, тому, как это делать правильно, наилучшим, наиболее эффективным образом. Признаться честно, подготовка к кейсам, к структурированию мне очень сильно помогла, в принципе, личностно и профессионально, потому что это очень полезный навык, структурирование. И в какой-то момент я даже начал задумываться о том, что, ой, а вот кто-то говорит не очень структурировано. И особенно в пике подготовки меня это даже начинало иногда напрягать в некоторых людях. Потом это всю жизнь напрягает. Да. Вот. Собственно, после курса, что я делал, ну, тут, наверное, уже более такая понятная, привычная история, да, это подготовка, конечно же, через кейс-клуб, через некий вот сформировавшийся комьюнити. Кейс-клубов много, неважно, в каком вы там городе, его всегда можно найти, можно решать по скайпу, по любым другим средствам связи. Я решал немного кейсов, но старался делать это достаточно качественно. Тут мне тоже помог, собственно, совет одного из моих друзей, экс-коллег, который получил оффер Маккенди и не принял его, потому что он решил делать свой бизнес. И это очень здорово, если что, рассказать как-нибудь об этом. он подсказал, что каждый кейс важно прорабатывать, то есть получая обратную связь от других людей. Помните, что, во-первых, она субъективна, не факт, что даже от многих, казалось бы, хороших, сильных ребят, которые решают кейсы, эта обратная связь будет действительно качественной. Старайтесь быть очень самокритичными. То есть, да, вам дали какой-то фидбэк, потом, он топ, накиньте что-то свое, то, что вы считаете правильным и нужным. Формулируйте свое понимание идеального или там, сильного решения кейса. Тратите много времени после каждого кейса, может быть, до часа, до двух, чтобы прорешать его самому и добиться определенного уровня и качества, когда вы чувствуете, что вы плаваете в этом и вы разбираетесь хорошо. В общем-то, я это и делал, наверное, решил объективно с ребятами 15-20 кейсов, не больше, в рамках кейс-клуба. И понял, что к определенному моменту надо перейти на формат контрольных кейсов с текущими консультантами, которым еще можно давать кейсы, собственно, и решение кейсов самому, признаться честно. Не знаю, насколько это распространено, но я очень верю и считаю, что мне это лично очень помогло. Безусловно, контрольное решение с консультантом это полезно, потому что ты сразу получаешь обратную связь, какие-то веяния, может быть, кто-то слышал о процессе отбора, то, что можно, опять-таки, разглашать, и плюс делятся своим опытом, да, и критично оценивают вас. Действительно критично, потому что они чаще всегда желают вам удачи, успеха, поэтому они ни в чем не заинтересованы, и они объективно скажут вам, что это плохо, а это хорошо. И я перешел на решение кейсов сам, по сути, я просто брал некоторые кейсы из кейсбука, прорабатывал структуры и прорабатывал то, как я доношу информацию. Считаю этот навык очень полезным, не думайте, что это вам пригодится для карьеры в консалтинге, даже если она не сложится, это очень полезно для любой работы, в любой корпоративной или бизнесовой сфере, потому что вы сможете доносить свои мысли очень правильно, структурированно, последовательно, бизнесово понятно, коротко. Собственно, я это делал сам, тренировался очень по-разному, где-то даже записывал себя на камеру, на видео, как мы это делаем сейчас для тренировки. Смотрел на то, как я это делал, насколько я плохо вначале, насколько это улучшается, отслеживая по некому чек-листу, который тоже сам составил всех типов ошибок, и уже понимая, что вот подходит назначенный срок интервью, честно, я переносил интервью, потому что ближайшее было буквально через пару недель, я понимал, что с учетом работы, загрузки, я просто не успею нормально подготовиться, я пришел в следующую волну, как раз, которая вот шла март-апрель, а не февраль, и только это, мне кажется, мне помогло нормально успеть подготовиться, и к этому моменту я понимал, что я чувствую себя достаточно комфортно, и последнюю неделю я почти не решал кейсы, даже, наверное, две недели, можно только два кейса каких-то, чтобы помнить, держать себя в тонусе мышечном таком, я уже фокусировался в основном на фите. Фит это отдельный блок, безусловно, его очень важно выделить, и я считаю, что, наверное, это, ну, некоторые считают, может быть, 20% успеха, я считаю, что это не менее 50% успеха, и в фит я вкладываю не просто рассказать историю какую-нибудь из жизни или из профессионального опыта, мне кажется, что фит это, вообще, в целом, ваше позиционирование себя, это ваша невербалка, это умение коммуницировать, быть просто, в конце концов, приятным, интересным человеком, с которым хочется работать и которого не стыдно показать клиенту, собственно, да, это путь трансформации себя. Конечно, наверное, можно к этому подготовиться. Я, честно, считаю, что во многом это закладывается там, годами, где-то с детства, где-то с более позднего периода. Это сложная вещь, к которой сложно, правда, подготовиться, и, наверное, стоит работать над собой со студенческого времени. Это самое классное время, чтобы максимально в себя инвестировать, после школы, конечно же. и по фиту все было относительно просто, потому что я подготовил истории по методу SCAR, наверное, знаете, если не знаете, погуглите, и написал их bullet-поинтами, это тоже был совет от одного из моих друзей. Мы попрогоняли друг другу, насколько эти истории действительно очень интересны, для того, чтобы послушать людям. дальше я их сам финализировал и фокусировался, честно говоря, вот на той самой рефлексии, когда я думал о своем жизненном опыте, почему я это делаю, подтверждал чисто для себя, что мне это нужно, для меня это важно, я этого действительно хочу. И все. То есть самое важное, это некий моральный настрой, готовность к тому, что может быть, а может быть все, что угодно, может быть любое интервью, стресс, не стресс интервью, все, что угодно может происходить. Но, на мой взгляд, это во многом просто моральная такая подготовка себя и умение коммуницировать. Вот. После чего состоялся первый раунд. Вот как они прошли, расскажи. Да, ох уж эти два раунда, признаться честно, вот перед ПСТ я нервничал больше. Как ни странно. Правда, наверное, спал ночью перед ПСТ я лучше, чем в ночь перед первым раундом. Но, как я уже говорил, да, ПСТ я начал нервничать и нервничал какой-то период. А вот в ходе интервью была несколько другая ситуация. Как только начиналось интервью, все нервы просто куда-то влетучивались и это становилось некой такой игрой, что ли, или какой-то геймификацией, не знаю, как это назвать, но это было действительно интересно. Это было решение бизнес-задач, это была достаточно дружелюбная беседа обо мне, о каком-то направлении бизнеса, индустрии, просто мое мнение о чем-то в жизни или же опять-таки про какой-то бизнес. на мой взгляд, честно говоря, каждый раз, когда заканчивались интервью, было даже такое легкое желание того, что все уже, может быть, еще разок, может, еще с кем-нибудь поговорим. Это было действительно приятно, поэтому, если вы боитесь самого дня интервью, самих интервью, я думаю, что самое главное, вам просто подготовиться морально, к этому расслабиться, быть позитивными, улыбаться, в конце концов, да, и наслаждаться этим интервью. Это классная возможность порешать новые, интересные для вас бизнес-задачи, потренировать самих себя и пообщаться с умными людьми, в конце концов, спросить у них какие-то вопросы, которые вас искренне интересуют, и, почему я говорю искренне, на мой взгляд, это суперважно. Быть самими собой, искренними, потому что если вы попытаетесь быть не искренними, а игранными, скорее всего, особенно под давлением все-таки определенного стресса и опытных интервьюеров, это будет видно. Особенно, если вы не гитис закончили например, не отрабатывали каждое интервью десятками часов, не верю, не верю, то, конечно, у вас будут проблемы. Да, поэтому я думаю, что старайтесь все-таки быть натуральными, простыми, самими собой, и наслаждайтесь интервью. Первый раунд, ну, так как я шел на экспириенс-позицию, как меня напугало HR-рекрутера, ну, достаточно синер людей для тебя, чтобы проверять тебя. Может быть, это на капельку меня насторожило, но я подумал, ну, какая разница, все мы люди, все мы одинаковые, просто я должен выложиться, вот и все. В общем-то, деталей, кейсов я вам, конечно же, не расскажу, я не расскажу, какие конкретные вопросы у меня были. Я думаю, что они как раз и не особо интересны. Они не интересны, и правда, и более того, я вам скажу, по опыту моего общения есть люди, которые знали или догадывались о том, как решается, или у кого-то был уже подобный кейс, и все, что они рассказывали, обычно это им не помогало. Скорее, это мешает. Это мешает. Это на самом деле хуже. Да. Поэтому я старался идти скорее с открытым таким сознанием, готовым ко всему, и просто в этот момент, получая кусочек пластилина, стараться что-то лепить новое. Вот и все. С точки зрения интервью, действительно, всегда были интересные беседы обо мне, о моем карьерном пути. Очень много интересовались, спрашивали детали, что делал, почему делал, как работает индустрия. И это абсолютно нормальный вопрос. Думаю, это не секрет. Тоже проводя интервью, я тоже спрашиваю иногда. Это показывает, насколько вы вообще понимаете то, чем вы занимаетесь. Насколько вы зрелый бизнесовый человек или нет. И это, наверное, в том числе особенность прохождения интервью на экспириенс позиции. Конечно же, много вопросов на мотивацию. А почему этот человек спустя 5-6 лет работы в индустрии, взял и решил пойти все-таки в консалтинг в Макинзи. Поэтому подумайте над честной мотивацией, которая действительно подталкивает вас пойти туда. Я в начале интервью уже коротко говорил, что мне действительно работало очень долго в одной индустрии, хоть она и очень кросс-функциональная и новая, но мне очень интересно было попробовать что-то новое. Меня очень сильно воодушевили, впечатлили реальные люди, с которыми я много работал. поэтому мне захотелось пройти этот путь, найти для себя какую-то новую дорогу, собственно, окунуться в это все. И что, на мой взгляд, важно, работа консультанта, несмотря на то, что говорят, что это достаточно работа без дальнейшей ответственности за результат, тем не менее, консультанты это те люди, которые зачастую формируют направление индустрии, куда она будет развиваться в будущем, придумывают новые какие-то витки, и это здорово. Это позволяет развивать не только, кстати, индустрии, какие-то промышленности, но и госсектор тот же. Это наша обычная жизнь с вами как граждан, на мой взгляд, это очень важный и такой ценный опыт, и просто приятно быть самому частью всего этого. Вот, это с точки зрения мотивации. По кейсам могу сказать, что были достаточно разные кейсы, разные типы структур, где-то ничего стандартного не подходило, и это важно помнить, что не надо пользоваться стандартными фреймворками. Вы, когда будете готовиться, вы просто сформируете что-то свое. Возьмете у одного друга знакомого где-то на курсах, еще где-то, и вы поймете то, во что вы верите сами. То, как вы бизнесово рассуждаете и можете подтверждать ту или иную логику. И когда вы будете защищать ту или иную структуру, которую нарисовали на бумаге или пытаетесь объяснить, очень важно, чтобы это было бизнесово правильно. Самый бизнес-сенс, бизнес-майнд показать, что у вас все последовательно, все логично, и вы действительно можете нормально это объяснить. С точки зрения же отличий, например, первого раунда от второго, тут точно могу сказать, что первый был больше на кейсы в плане их традиционного решения, традиционных блоков в плане структурирования, брейнсторма, математики, заключения, синтеза и так далее. Ну и, конечно же, спич деливери в целом. Это не секрет, я думаю, действительно, больше было на это. Вот второй раунд, который у меня прошел буквально через 2-3 недели, он, конечно же, был больше про, мне кажется, бизнес-сенс, то самое понимание про то, как я вижу, как я должен подходить к какому-то комплексному сложному бизнес-решению. Там уже меньше математики, меньше каких-то тизеров и прочего. Важно просто показать то, что ты грамотно мыслишь, грамотно доносишь информацию, с тобой приятно общаться, у тебя хорошая мотивация. Вот эти моменты, они очень комфортные в целом атмосфере, проверяются как раз на втором раунде. Не могу, кстати, сказать, от какого раунда я получил больше удовольствия. Правда, это сложно оценить, и это, наверное, не важно. И тут не надо думать о том, что я пришел первый раунд, я точно пройду второй, или там наоборот, например, я прошел первый, но, наверное, я вряд ли пройду второй, ведь почти все срезаются. Вам не нужно думать об этом. Вы же готовились, вы настроили себя, у вас есть мотивация. Все будет хорошо, если вы правильно готовы, настроены, улыбаетесь и позитивны. Кстати, один из советов, который мне дал мой друг-консультант, который тоже уходил в Макинзи, вечером перед интервью первого раунда, он сказал, просто улыбайся и делай то, что ты умеешь. Вот и все. Будь позитивным. Сработало. Да, это сработало. Я реально старался держать себя на позитиве, на проактивность. Вот. Ну что, давай сделаем синтез. Три рекомендации. Три. Ты знаешь, я, наверное, сделаю такие три рекомендации про то, как начинать, а потом три в процессе уже интервью и прохождения. Вот с точки зрения того, как правильно начинать, честно говоря, в первую очередь определитесь со своей мотивацией. Достаточно ли она правильная, нужно ли вам идти в консалтинг, зачем вы это делаете и будьте в этом искренне в первую очередь самим собой, а не просто для того, чтобы показать кому-то, что ну вот я хочу впрыгнуть и просто побывать там. Вам должно хотеться самим попасть туда. Во-вторых, конечно же, то, что я уже говорил ранее, настройтесь, что это тяжелый труд, тяжелая, большая работа и вам нужно будет уделить очень, очень много времени, быть последовательными, жертвовать многим. В-третьих, продумайте очень четкий план того, как и что вы будете делать, как вы будете готовиться. То есть, будете ли вы брать какие-то курсы вспомогательные, с кем вы будете готовиться, как, я делал даже некие мини-эксель-таблицы с ганчартом, когда, что у меня, чем я должен заниматься, чтобы у меня правильно сформулировался подход. Это с точки зрения глобального подхода к подготовке. Если говорить уже о самом процессе, я бы сказал, что это быть самим собой, при этом морально подготовленным к тому, что может происходить. Во-вторых, это быть проактивным и позитивным. Такие люди действительно интересны. Я правда считаю, что по жизни проактивные люди зачастую добиваются гораздо больше во всем. Ну и в-третьих, наверное, конечно же, подготовка и умение донести то, что вы, собственно, в свой рюкзачок закинули за все это время, чтобы оно все могло выстрелить в определенный момент. Вот подумайте о том, как вы это умеете как раз-таки донести. Я думаю, это основные советы, если вот систематизировать какие-то два блока по три вопроса, по три совета. Мне добавить нечего. Вообще, обожаю такие ситуации, когда мне добавить нечего, я просто молчу и слышу, и когда говорят правильные вещи. Вот, собственно, Макс все сказал. Старался, старался. Макс, спасибо тебе большое. Я думаю, что в твоем лице Макинзи приобрела очень крутого человека, и я думаю, что скоро они в этом узнают. Надеюсь, никто не будет против того, что я рассказал и поделился советами, и меня не выгонят в первые дни. Если что, удалим видео. Хорошо. Спасибо тебе, Макс. Спасибо тебе. Да. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok